Узнайте у трёх людей, как пройти до Галатапорт на выданном языке. Кося-пося Галатапорт. Си-си. Кося-пося Галатапорт. Тебя куда послали? Кося? Пипи. Пипи. Ужасно. Ужасно. Пипи было в конце. Спасибо. И почему, блин, мы идём теперь под углом 45 градусов, куда нам не надо? Кося-пося Галатапорт? Галатапорт. Си? Ту? Кося-пося Галатапорт? Галатапорт. 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 Кося-пося. Галатапорт. Кося-пося. Окей, спасибо. У нас отправили в противоположный галатапорт. Галатапорт дойти 100 метров в обратную сторону. Я, короче, скажу, что у меня очень волнительная мамочка. Она так и есть на самом деле. У нас и обеих. И чтобы они меньше волновались, мы нашли компанию. Я увидела трёх девушек. Мне кажется, трёх девушек недостаточно. Девушки, привет. А вы можете нам помочь? Мы с подружкой поехали и сказали, что мы большой компанией отдыхаем, чтобы мама не переживала и муж не переживал. И нам нужна хотя бы одна фотка, где нас пятеро. А вы можете тоже нам помочь? Просто взяться за руки. Допустим, вот так. Давайте с нами. Достаточно столько. Давайте ещё прыгнем, Розайчик. Здесь какой-то развод. Здесь развод. Я чувствую. Раз, два, три. Я выполнила задание. Молодец. Итак, сегодня у нас третий день нашего супер-челленджа. Главная задача не попасть в полицию, как у нас изначально было. Готова открывать конверт? Нет. Всё так же нет. Тут очень много текста. Ничего себе. Очень. Мне уже не нравится первая фраза. Позвонить мужу. Сказать, что ты потратила пять тысяч долларов на целый чемодан палёных брендов с Grand Bazaar. Но они шикарного качества. От настоящих не отличить. Закупилась на всю семью. Попросить оплатить дополнительное место багажа. Потому что я не покупаю палёные бренды. Только как я без лап хожу и так его покупай. Тоже позвонили. Позвонили. Надо рассказать историю о том, что вы и так напились, что улетели из Стамбула в Анталию. И вообще не помните, как это произошло. Попросить у него денег на билет обратно в Стамбул. Это смешно. Но вот это более реалистично. Если с учетом того, что я практически не пью. Я думаю, понимаю, что это полный бред. Привет. Привет. Серёж, тут такое дело? Какое? Мы, в общем, видимо, выпили и из дури решили, что нам нужно в Анталию искупаться. Но, похоже, это была плохая идея. Потому что у нас не хватает денег обратно вернуться. Что делать? Вот я думаю, что делать. Давай, закинем тебе денег. Пришлём тебе почты. Говно, да. Ваня, карточка здесь есть. Позвони Никите. Проси, как закину. Там через киргизскую какую-то карту. А сколько стоит билет, понимаешь? Ты посмотрела? Закинешь? Закину. Так просто. Так просто. Почему ты так быстро согласился? А, ничего, у меня вариант есть ли? Мы такие, а пошли на рыночек. Есть такой Гранд Базар здесь. Вот. Или там разные-разные бренды, всякие сувенирчики. Я себе накупила парочку сумочек. Я ещё не купила ничего. Ммм, там брату, папе, тебе. Да мне при таком раскладе не надо ничего покупать. Спасибо. Турки же умеют классно подделывать бренды разные. Вот. Я пару сумочек купила Шанель. Ну, типа Шанель, но они такие прям качественные Шанель. Я взглянул твой шкафчик в Москве. Там на меня порох сумок вывалился при этом. Я знаешь, что думала? Мне кажется, нам не хватит места в чемодане. Я думаю, ещё один чемодан купить и дополнительное место. У меня глаз дёргит свачок. Может быть, куплю браслетик. Но он прям очень дорогой. 432 тысячи, что ли, он стоит. Я просто не представляю твою жизнь без браслетика. Ты переведёшь мне денежку? 50 как минимум, а как максимум 452. Хорошо. Хорошо. Хорошо.